Это ужасно, но я немного опаздываю к лесу, но я вижу, что она стоит такая красивая, нереально просто. Прости меня, без бога. Привет. Ну, а в общем, с того, что у нас никто ни разу не был дома. Здесь я первый раз встретилась с Пашей на свидание. Мы прям вот у ларька, там, где молодежь с пивом стоит, все, мы начинаем с ним танцевать. Сейчас, подожди. Парсенка. Это не 18, это 21+. На сколько ты поправил слюсам? 32. Я официальное лицо пельменей, гренок, зефира. Я не хочу из своего папы дело демона, но я насмотрелась. Я сказала, мама, мы должны убежать. Когда я подняла руку на собственного отца, это перебор. Лохня! Я хочу, чтобы он немножко покраснел. Можно? Он уже покраснел. Подожди, я сейчас приготовила кое-что. Итак, пара-ра, тут я ухожу вообще. Смотри, смотри. Аккуратно. Смотри. Света, ты должна это увидеть, смотри. Танцы. Серьезно, я ничего не успеваю. Я не успела к косметологу. Буду справляться сама. Слушай, лиса, она очень хорошо всегда выглядит. И мне надо что-то сейчас сделать. И я знаю, что я сделаю. Фантастические мультимаски артисты. Мы обычно с масками сидим там по полчаса, по 15 минут. А они начинают работать за 7 минут. Начну я белое. Белое – это под глаза. Я ее пробовала. Она феноменальна. Конечно, без лифта, без идеального овала я сам не пойду. Зеленая маска, мне она очень нравится. Она увлажняет. Но сначала я сделаю Т-зону. Ты знаешь, что такое Т-зона? Ты вообще знаешь, что такое Т-зона? Это не… Нет, он что-то сейчас думает. Наверняка ерунду какую-нибудь. Пахнет какая невкусная. А вот сейчас как индеец. Лоб я сделала с зеленой маской. Она прекрасная. Она очень круто увлажняет. Эти маски, кстати, можно заказать в интернете. Я оставлю для наших зрителей ссылку под видео. Так, платье. Мне нужно платье. Но в этом я вряд ли пойду, конечно. О, давай горошек. Ой, мой любимый. Волков шим горошек. Выбирай. Какой тебе больше нравится? Мне голубой нравится. Голубой? Нормально я его бежу? Бежали. Почему мы начинаем нашу программу именно в этом парке? Что связано? Почему сюда ты нас затылаешь? Я час к тебе ехала. Ну, прости меня, пожалуйста. Коломенское, вообще парк Коломенское – это удивительное место. Я думаю, что все поклонники этого парка подпишутся под этим видео. Потому что, во-первых, это не просто парк, где можно полежать, что-то поесть. А это духовное место. Это духовно-историческое место. И это мое место силы. Я думаю, что каждый человек, приходящий сюда, найдет свое место силы. Здесь я первый раз встретилась с Пашей на свидание. Его пригласила. Паша говорит, Лясь, где встретимся? Я очень хочу с тобой погулять, куда-нибудь пойти, кино, ресторан. Я говорю, нет, пойдем в парк Коломенское. Примерно как ты мне позвонила. И говоришь, Лисан, я хочу с тобой погулять, что-нибудь записать. И я тебя сюда притащила. Ну, вот сама посмотри, видишь, церкви. Здесь их очень много. Петр Первый здесь проводил свое детство. Это мне все рассказывала мама периодически. Здесь Иван Грозный. А вы тут с мамой рядом жили? Да, на Нагатинской набережной. И мы каждый выходной гуляли здесь. Если позволяла погода. Если дожди, то мы шли с ней в Третьяковскую галерею. А вот он похож на тот парк твоего детства? Или его облагородили? Его, да, облагородили. Здесь все сажают. Вот эта часть вообще как-то не была представлена. Я хочу с тобой вот туда пойти. Пойдем туда. Там, где домик Петра. Там, где еще ведутся раскопки. А мне еще очень важно, знаешь, эти вот раскопки. Это же моя мама. Она подрабатывала археологом очень молодым в Уфе. И ее еще очень сильно гнобили. Потому что, типа, молодежь, молодежь. Типа, ну, как бы, ну, нельзя в Башкирии девушке без ханумы, без кого-то там идти на ночные раскопки. Да. Ну, это нельзя. Там, на дневные раскопки. Мама была не замужем. Мама была такой вот прям, ну, такой башкирской звездой. Знаешь, она работала и на радио. Она, там, выиграла среди институтов тогда. Вот. В КВН она играла. Дети. Да. И поэтому, когда мы первые, там, какие-то моменты приходили на комедии, мама говорила, мои мальчишки. Говорит, обожаю их. Она так улыбалась всегда задорно. Вот у нее ямочка вот здесь. А я думаю, поэтому Паша же, они знакомы были, да, с мамой? Нет, это разная возрастная группа. Нет, нет, нет. Они не про комедия, я понимаю. А вот он застал маму, Паша? Да, он застал. Конечно. Мама дарила ему кроссовки. Когда я была лицом одной из спортивных компаний, вот, она всем друзьям дарила кроссовки. И мне, типа, выписали 20 пар, я могу набрать. Ну, разных размеров. Да, разных размеров для друзей. Вот, и мама говорит, а что ты... У тебя какой размер ноги? 38-й. Мама говорит, а что... Какая аккуратная ножка. Да. А что ты, говорит, Павлика забыла? Я говорю, мам, да я стесняюсь эти кроссовки дарить. Что это за бред? Я приду на комедии с кроссовками. Она говорит, так, ты не приходи, я приду. Я говорю, мам, ну как будто... А он ей нравился? Пашка, а... Давай посмотрим, что там рисует на пленэре. Я хочу посмотреть. Пойдем, а вдруг это секрет у художника? Вот сейчас посмотрим. Да. Послушай, Пашка ей... Ну, она... Она выделяла, все-таки у тебя много было друзей. Она говорила, что он очень умный, очень... Ей он нравился именно вот как человек. То есть какая-то такая нежность была. Вот я говорю, кроссовки она ему подарила. Причем Пашка с ней прям Зуля, привет. Как-то так все легко. Вот, ну... Ну, Паша такой, у него сложный фильтр. Он или любит, или просто не подпускает. Да. Ну, я вот... Ну, наверное. Ну, нет, так и есть. Сложно это понять. Потому что у вас всегда... Здравствуйте. 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 Это красиво. Ой. Ой, как мы попали, да? Красиво. Красиво. Замечательно. Видишь, все волшебно здесь. Поэтому я обожаю этот парк. Ну, вот с Павлом мы пришли на первое... Вот именно свидание, не на дружескую встречу, а вот когда это уже было понятно... Свидание, да. Сюда. Сюда. Мы гуляли... Совершенно фантастическая была история. Представляешь, Пашка выходит из машины, а там еще были ларьки тогда. Вот. Первое наше свидание, я даже не помню, сколько мне было лет. 23 года мне, что ли, было. Это такое вот. И, представляешь, там играет в ларьке... Вечная любовь, верны мы были ей, но время зло из памяти моей. И Паша говорит, а давай потанцуем. И мы прям вот у ларька, там, где молодежь с пивом стоит, все, мы начинаем с ним танцевать. И это такое до мурашек. Я вот как сейчас помню, у меня в глазах слезки стоят, а сентиментально, ему не показываю ничего. Потом мы сюда прошли, и мы с ним договорились встретиться. Это как дневное свидание, типа в 2 часа дня. А мы так загулялись, заходили здесь по лавочкам, тут блинная еще была. Вот, что время 10, а парк работает до 11. А мы заблудились. Как выходить непонятно. Да, и милиция тогда еще и идут и говорят, так, молодые люди, ваши документы нарушаем, нарушаем. Типа привод нам сейчас оформлять. И он такой, подождите, это же вы, Павел? То есть этот вот милиционер, который здесь контролировал, он первый знал вообще, что происходит между нами. А я всегда с собой паспорт таскала. А дальше он говорит, а, так это вы, Ютюш. Да, и вы, Александр Ютюш. Ой, здравствуйте. И он меня здесь часто видел, типа отдал честь. И такой так прям даже, ребят, я вижу, что вы не шкодничаете, но вообще надо уже выйти из парка. Но около, вот близь нашей выхода, можете еще погулять немножко. Так что спасибо большое. И имени я не помню этого доброго человека, но приятно. Он может вот посмотрит и вспомнит это. Да, да, очень приятно. Это место наше с мамой. Это место мое, когда я мечтала, еще не попала даже в сборную команду России. Вот. И приходила сюда, одна, в плеере. И просто, знаешь, как брала силу отсюда, к чемпионату мира, когда мы в Мадрид собирались. Или перед Берлином. Я медали тебе эти покажу. Когда мне было прям, знаешь, когда трясло. Как вот осиновый лист. И сюда придешь и думаешь, вот какие величественные строения. Кто я вообще? Я не кто. Я маленькая букашка. Я что-то там волнуюсь. А здесь вот она история фундаментальная. Поэтому, чтобы... А когда ты поняла, что ты москвичка? Может быть, вот именно гуляя по парку. Это же вот, да? Я все-таки космополит, ты знаешь, нет. То есть у тебя нет такого, что это твой город? Это и мой город, и... Я не знаю. Этот город, он позволяет нам всем реализовать свои амбиции. Правда? Безусловно. Но я также своим городом могу назвать Питер. Я там всегда безумно счастлива. Я своим городом могу назвать Казань. Вот. Не потому, что я там наполовину татарка и просто восхищена Татарстаном, и обожаю Казань. А просто я ее чувствую. Понимаешь? Посмотри, какая красота. Ну как? Что это? Вот. И вот мы здесь просто... А посмотри, как интересно, да? Современные здания. Вот. И мы здесь валялись на траве. Это можно. Вот, вот как девушка сидит. Вот. Колокольный звон. А самое интересное, люди нас видели здесь с двух часов. Но никто, никто не взял там телефоны, никто ничего не снял. Само место очень какое-то такое интеллигентное, чистое. Ой, травой кошиной пахнет. Мне мама всегда говорила, есть какие-то такие вечные вещи, а есть такие временные. И в каждом времени, типа, тебя, Лисан, будут вот подкарауливать какие-то, да, там, я не знаю, кирпичики, камушки на дороге. И чем их больше, тем, типа, сложнее и интереснее твой рост. Когда у меня юные гимнастки, юные девочки, там, когда я тренировала, я два года пыталась тренировать, но потом поняла, что нет, это не про меня. Вот, они у меня спрашивают, ну, типа, почему, почему вот не сегодня? А многие рвались на телевидение после меня, гимнастки, думая, что это так легко просто с микрофоном быть. А сколько свет стереотипа, что спортсмены тупые, спортсмены не читают. И все такое. Ну, это просто очень их много. А сейчас это каждый встречный уже тебе, и оператор, и блогер, и все, что угодно. Нет, нет, не в твой. И гимнаст. Вот, да. Ай, но это же огромный путь, огромная, блин, работа. И вот это вот за кадром они не видят. Как, знаешь, как Алферев Владимир Михайлович, профессор Гитиса со мной, когда работал, он мне говорил, эсше, вычищаем. Потом вот эти намели мы лениво, налима ловили, намели мы ловили линя, любви не меняли вы мило молили, их туман и лимана манили меня. Вот это все для гимнастки. Прийти на... Сергей, знаешь, как сразу отметил, говорит, какая речь потрясающая у Леса. Это маме поклон, маме, маме. Ты сразу же сказал это. Но это сегодня не ценится свет. И иногда, иногда так поднывает поплакать, а потом ты думаешь, а что ты это делаешь для кого-то, чтобы тебя кто-то оценил, следишь, не материшься, когда сейчас типа тренды, будь такой. Нет. Вот я с удовольствием смотрю, пусть даже скажут слишком зефирные интервью, но где нет мата, где интеллигентная нормальная речь, она еще сохранилась, она есть. Где это не гипертрофирует в хайп и в какой-то этот ужас, понимаешь? Я тоже это очень сильно. И вот мне... Мне сложно смотреть YouTube, при том, что мы сами... Но мы на YouTube. Да, нет, я очень люблю эту площадку. Она дает возможность сделать человеческие вещи, потому что то, что мы сейчас здесь с тобой вот так ходим, болтаем, эти темы, они бесконечны. Это только можно себе позволить сегодня на YouTube. Телевидение другое. Поэтому мы все, как современные люди, туда идем. Но дальше твой выбор. Ты можешь пройти легкий путь там на хайпе, там на мате. Но это будет временно. Да. А есть вечное. К чему вот я всегда девчонок, молодых гимнасток, я именно за свой вид спорта отвечаю, вот, я всегда им это транслирую, что если сегодня ты вот это вот что-то там получила, такое быстрое, то... Ой, как красиво, смотри, как твои глаза. Да, я прям сиреневая. Просто твои глаза. Смотри, Сереженька. Твои глаза. Твои глаза. Вот. Ты это сильно не оценишь, а ты оценишь то, над чем ты пахала годами. Я поэтому, кстати, сложно отношусь, потому что простит меня, пусть тикток, потому что там очень, ну, какой-то странный выхлоп. Люди, которые ничего, собственно говоря, не умеют, часто получают там высокое признание. Но это какой-то тоже запрос времени, да, наверное, сегодня. Ой, там шкодничают, хулиганят так откровенно, знаешь, там танцы. Мы с Пашей тоже сделали вот этот вот челлендж, но это было дико смешно. Слушай, платье Терехова, я его примеряю, смотрю. Паша в этот момент пишет камеди на удаленке вот это вот все, нервничает, что-то там у них сорвался гость какой-то, они под него там много шуток когда сделали. Он такой, о, лясь, какое платье. А он меня две недели не видел, накрашенный в платье. Я в пижаме ходила вот с гулькой. Вот, и он говорит, как красиво остановился. И такой говорит, а ты что? Я говорю, знаешь, вот мне что-то захотелось вот посниматься, просто что-нибудь, не знаю, для ТикТока или это будет, для Инстаграма. Вот почувствовать, как будто вот у нас сегодня с тобой куда-то выход. Вот я тебя тут жду в этом платье, а ты там пиши сколько угодно. Он говорит, слушай, а, говорит, у Джей Ло же есть классный челлендж. Я говорю, да. А, точно. Кстати, у вас это было прикольно, потому что вы два красивых человека, потому что это не у всех получилось. Знаешь, Вида, как это было? Я говорю, я не настаиваю, Паш, потому что ты и платье, а еще это Терехово платье. Вот я говорю, я как бы вот, ну, понимаю, там открытая спина и все. Он такой говорит, а что нет? Тик-Ток чисто вот такое отношение, такое классное, там тик-токовское именно вот это вот, челленджи прикольные. Ну, вы ведете сейчас, делаете? Я что-то делаю, я делаю зарядку, я там отвечаю за спорт, я везде стараюсь свое, знаешь, вот. Да, но участвую в каких-то красивых челленджах, мне вот нравится. У тебя были твои челленджи? Мои челленджи были. Вог я танцевала, свой. На Новый год я готовила манты, и у меня было очень много лука, и что-то меня вздернуло, я говорю, а давайте в тик-токе вот такой челлендж, вы прям режьте лук, и мы отмерили 15 сантиметров, и кто из вас не заплачет, тот крутой. Там все рыдали, и все меня девчонки поддержали, это было тоже очень прикольно. На расстоянии 15 сантиметров, я лишь хотел, чтобы ты плакала, плакала. Такой близости с луком я еще не была. Тик-ток, блин. Учитывая, что сейчас мы стали заложниками обстоятельств мировых, мы не можем так легко и свободно путешествовать, но я обожаю путешествия. Вообще, да, ты понимаешь, мне кажется, вообще часть нашей жизни, если вот исключить путешествие, то она становится бессмысленной и какой-то грустной. Да, согласна. Вот, знаешь, вот я бы хотела, может быть, твои рекомендации или самые тяжелые по путешествиям. По миру? Подразнится сейчас? Давай вот, давай так. Сначала то, что мы можем сегодня россияне позволить, вот прям любимые места, а потом по миру, назовешь любимые места. По России. По России, естественно, сейчас будет прекрасно дышаться и физически нагружаться, те, кто хотят за лето, как лагерь. Знаешь, такой спортивный? Спортивный, да. Мы в прошлом году совершенно прям кайфанули на розах утр. Вот, а с детьми у них прям был лагерь. В горах туда мы к морю даже не ездили, не нужно было. Мы зато находили какие-то эти вот водопады, ледяные совершенно. И после вот этих прогулок многочасовых, прям туда. вот Красная Поляна, ребята, пожалуйста. Сейчас вот без всяких реклам, вот просто туда. Это место тоже силы. Потом. А давай пропустим, ребят. Да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А мы передохнем. А можно? Спасибо, пожалуйста. Мы спорт, но мы... Так, давай. Все. Хорошая. Спасибо вам большое. Удачи. Да. Итак, сейчас, подожди. Спортсмена. Какие-то каблука. Дубля, ты мой герой. Пойдем дальше. Итак, если вот там уже нагулялись, там Красная Поляна и все, я бы, наверное, порекомендовала Байкал. Ой, вообще, Байкал, шаманы, красота. Это какая-то дикость, это счастье там быть, понимаешь, такое. Я не была. Камчатка. 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 Сереж, мы вообще с тобой два лузера каких-то. Я лузер, потому что, ну как, ситуация такая, мы хотели прям в этом году на Камчатку. Но, блин, Пашка сказал, подожди, давай повременим, потому что вот это вот все непонятно, какой, как регион, где, что. Короче. Ну, то все-таки мы не рекомендуем вот в этом году. На усмотрение каждого. Да. Вот. Смелый ты или мелочи? Смелый ты. Вот. Что еще? Ну, прекрасная красавица Казань. Питер. Точно. Раз в жизни можно покопить, взять кредит. Я не знаю, что-то, но все-таки доехать до Новой Зеландии. Вот. Это, это просто, Ты знаешь, это НЗ планеты всей нашей. Там и Россия, там и Абхазия, там и можно найти, там, не знаю, Италию даже. Представь, это такой контраст. Ледник, который еще как бы тает и сходит там прям. А рядом пальма. Это просто с ума сойти. Это так красиво. Саша Терехов, кстати, наш друг. Да. Он тоже там был, и вот он даже вернулся туда. Два раза копил. Да. Мы вот, мы вот один раз с Пашей поехали, поехали без детей, потому что перелет 21 час. Дети маленькие, им будет очень тяжело. И потом, мы все привыкли, что это, типа солнце восходит в Японии, оно в Новой Зеландии восходит. Да? Да, восход там. Потом Япония, все. И мы туда как раз прилетели на восходе. Я как села. Я просто, амаури, вот эти вот, это единственные коренные, ну как бы полинезийцы они, но это люди, которые защищали свой остров, и сейчас с ними все мирятся. И они, где бы они не разлетались, вот эти вот обряды, что кем бы ты там ни стал, крутым бизнесменом, все, они в свою коммуну приезжают. Понимаешь? Отношение к татуировкам, там очень правильное такое. Ну как бы они татуировки... Маури. Маури, да. Просто я вам настолько рекомендую, это недешево. Да. Причем взять хорошего, именно не вот экскурсовода, а человека, который там живет, списаться с ним, рассказать вообще, что бы вы хотели, именно не туристические тропы, гулять. Там можно гулять на северном острове, вы не представляете, там можно потеряться. Куда мы догребли? Океан. Я так долго, так долго приводила себя в форму после Софии. Я вот похудела, вернула эти свои ноги, что теперь считаю своим долгом. Просто я ходила. Просто вот ходить в шортах, в мини-юбках, вот в том боди, в котором ты меня первый раз увидела, вот это в глянцевой хронике светской, помнишь? Да, очень красиво. Нашумевшее вот это было боди. А как Павел, ему нравится то, что ты так, ну скажем, не то чтобы откровенно, Такой хороший вопрос. Интересно. Ты иногда, кстати, на меня наезжаешь. Нет, хочется спросить Павла, но у меня был период в какой-то вот моей жизни, мы даже с тобой к Курганту Ване ходили, как ты меня... Самая стильная. Самая стильная в классике, что мне безумно было приятно. Спасибо. Вот. А значит, и там я была в длинном. На тебе прекрасный, красивый, яркий, запоминающийся. Свет, у тебя тоже запоминающийся. А я, Вань, сегодня под тебя немножко решила. У тебя, под тебя запоминающийся, но... У меня был в какой-то момент собственный загон, что Паше нравится только когда я в длинном, что типа я так должна... Ты же мне, кстати, это говорил в интервью. Я помню. ему нравилось, и мне нравилось, как я себя чувствую в этот момент. Вот. Но женщина, она же все время как река, она должна меняться. И вот, когда я прям схуднула, я Пашке говорю, слушай, меня прям так тянет, давай смей... Ну, как бы, я хочу поменять гардероб, в магазин я с ним не хожу. Я вот это вот не из этих девушек, которые любят, чтобы папа, ну, как бы Паша смотрел. Нет. Я сама все накуплю с подружками. Вот. И мне это интересно, потом ему, типа, на свидание, в ресторан куда-то, там, что-то такое надеть. Нам туда, Сереж, пойдем? Вот. Здесь вот мы валялись тоже, вот это вот, вознесенский сад. Каждая женщина в определенном этапе времени не должна себя корить за то, что, вот, например, ей хочется показывать пышную грудь, да, вот. Да. Ей хочется показывать, если она есть, ей хочется показывать ноги, если они есть, ей хочется показывать фигуру, подпоясываться ремнями и показывать, что она худенькая. Томми только не написал, что она с собой сделала. Просто время диджитала, они меня не помнят той худой, которая была всегда. Они со мной познакомились с пышногрудой, в этими, в пол, в платьях. Ну да, ты такая была очень, такая дама прям в какой-то момент. Тебе очень шло. Александр, тебе шло. Ты была, ты себя органично в этом образе чувствовала. Актриса. Я актриса. А вот сейчас я понимаю, вот тогда ты, знаешь, твой девиз должен быть никогда не говори никогда, потому что я хорошо помню наш разговор, и ты говорила, нет, Павлу это нравится, если я оголю чуть-чуть грудь, еще что-то, я еще слышу, я думаю, вот это цербер какой. Вот такой, но при этом, я поняла, что ты по любви от сердца это делаешь. Вот, пожалуйста, прошло 4 года, прости. Лисанн ходит. Лисанн ходит. Вот вам и пожалуйста. Вот вам и пожалуйста. Это, знаешь, и Паше тоже нравится, но я не одевалась никогда, чтобы ему нравиться, вот именно специально. Да, ты одеваешь все то, что тебе, для себя. Нас сегодня обещали вкусно накормить и напоить вкусным вином. Извини, я без вина отказываюсь приезжать. Побежали! Это Паша. Побежали! Кстати, я давно уже покупаю вина в винотеках Simple Wine. Их в Москве уже больше 30 магазинов. И для особо ленивых можно зайти на сайт Simple Wine и заказать все там. А по промокоду Свет вы получите скидку в 20%. Добрый день. Здравствуйте. Что хотелось бы вам рассказывать? Я хочу красное вино. Пойдемте. Я хочу бургундский вино. Отлично, отличный выбор. Мне нравится, что в бургундске есть великие вина, бюджетные. Могу вам предложить Вальне, нежнейшее женское вино. Земляника, ежевика. Вот такое чувство, что вы заходите в лес. Дальше есть Бургундия, 100% пивенуар, знаете, да. Да, пивенуар прекрасный. И есть Жеврешен Бертен, оно уже помощнее. Посерьезнее. Посерьезнее. Оно уже под мясо. Но я мясо планирую есть на ужине. Я думаю, что у вас настроение все-таки сегодня под Вальне. Правильно. Отличный выбор. Прекрасный. И хороший, очень производитель. Объединились Дона Фугата в вино и Дольче Габбана. Они создали этикетку из сицилянских орнаментов. Оно персиковое, сочное. С этого можно с тартаном? Я думаю, что да. И потом как раз оленина приготовится у вас, и вы будете пить ваше любимое бургундие. Какой прекрасный будет вечер. Не сомневаюсь. А, кстати, а калифорнийский вино у вас есть? Конечно. О, еще рядом с нами. Фетцер, пожалуйста, на любой выбор Зинфандель, Каберне Савиньон. Хорошая цена. За что я люблю винотеки, что тут вот любой запрос и по вкусовой, и, конечно, и по бюджету можно подстроиться. Давайте возьмем одно. Зинфандель возьмите, вы не разочаруетесь. Прекрасный выбор. Пожалуйста, ваше настроение. Спасибо. И пакеты полных открыть. Я вам помогу. Машину, да? Конечно. Дверку я вам открою. Хайп и здравомыслие. Короче, сколько ты, я и вообще в принципе могли сделать на хайпе? Согласись. Много очень разных историй. Очень много историй. У тебя у меня, я думаю, наберется. Но в какой-то момент жизни я вот реально, во-первых, меня всегда останавливала мама, потом память о маме, чтобы сказала мама, живая дедушка и бабушка, они смотрят. Это всегда такой, я хулиганка, ты знаешь. Да, ты хулиганка. Она хулиганка. Вот. И болеро вот не состоялось бы таким. Ты ни разу не была, но я должна тебя затащить туда. Не надо тащить, и мы идем. Там прям хулиганье. Оно должно было быть в мае, но все известны этот ковид, коронавирус, и блин, ты знаешь, что обидно? 90% зала было продано в феврале. Современный танец фактически я первая вытащила на большую сцену, потому что все либо вот в проект танца на ТНТ приходили, но ты видела хоть одну постановку, где были бы вогеры, где был бы стрит-стайл, где было бы хайп вот такой. Не выверенная театральность, такая контемпорарий, знаешь, которых постановок много. А здесь такое, они как живут, вот так они и на сцене. Типа вот если у нас Антон Пануфник такой парень, типа сорви головой, а у него куча телок, вот он такой же на сцене, знаешь, они не играют вообще. Если Макс Нестерович, он такой весь тонкий, такой все, вот он и Пашу играл. Ну то есть ты такая на сцене, какая-то есть жизнь. Да, вообще. А я видела фотографии. Хулиганка. Хулиганка чудовищная, ну в хорошем смысле, потому что я, кстати, тоже хулиганка, ты провокатор, но провокатор не такой примитивный. Нет, вот это вот все, зачем мне? Ну вот как-то иначе, как бы тоньше, ну все понятно. Да. У нас, слушай, у нас в Валеро именно прикол в том, что я на водолазке, в брючных костюмах, полностью закрытые. Которые вот здесь, такие мужские, типа мужским поясом повязаны. И еще и в малиновом пиджаке ребята все одеты, девчонки мои все одеты, но народ выходит и говорит, боже, это не восемь, это двадцать один плюс, это нельзя. А я говорю, шестьдесят минус, знаешь, ну просто люди, завернутые в штору с фиолетовыми волосами, которые там, учителя, они не поймут, им будет тяжело. Или мамы, которые ведут детей, посмотреть на гимнастку. Я всегда, я во всех интервью это говорила, не приводите, будет разочарование, не надо. Но вот Виннер сказала, Ляся, это то, за что я тебя всегда любила в зале, за трушность. Когда Софии было два, я почувствовала невероятную тягу к танцу. Я не могла сформировать идею, и я подхожу к Решетниковой Кате и говорю, Кать, у меня болит, сильно болит душа. Я недовыступала как гимнастка. Я безумно хочу сцену. Я не хочу, я была безумно счастлива у Леши Немова, когда он собирал шоу чемпионов. Это огромные, это дети, это четыре тысячи вот просто живых людей, которые пришли смотреть на своих кумиров тех лет. и я поняла, что вот этого мне не хватает. И после Леши Немова я прихожу к Кате, я говорю, у меня одного номера в рамках чьего-то шоу не хватает. Я хочу сделать, во-первых, соло маме. Райан Уттер написал музыку такую, когда ты там не можешь просто сидеть. И у зрителей, и вот Виннер, она плакала о своей маме, Зою, нашу любимую Зоечку она потеряла. Я о своей, но у меня там не спекуляция, а чувствами. Это не очень правильно. У меня там героиня, которая из себя строит такую всю сильную, красивую, а приходит домой одна и воет в этой квартире от одиночества. Воет страшно. Ей не хватает, понимаешь, вот она такая вся, она снимает туфли, она все, и ты как зритель, ты просто подглядываешь за мной, и я типа просто у себя в зеркало, ну это зритель зеркало, спрашиваю, что я имею, у меня ничего нет. И она садится вот так, типа на колени, и тут не спекуляция, ни в коем случае, молитвы, а она просто типа закрывает глаза, и знаешь, как в медитациях, просто рисует круг, останавливает, знаешь, как по венам сама себя вспоминает, просто, и смотрит наверх, она хотела бы быть матерью, причем она может быть матерью потрясающей, но нет мужчины, который с ней это вывезет. Они все пугливые в ее обществе сегодня, современного хайпа, крутости, и вот понимаешь, она кладет этого ребенка, и тут смешанный образ, многие зрители вначале думали, ну все, по маме страдает, а потом я, как будто бы это моя мама, как будто вот она кладет меня, потому что она же меня по факту одна растила, и ей было дико тяжело, и это была как бы, ну вот ее такая вот, все туда, и тут же я смешала образы сильных женщин, которые хотели бы иметь детей, но Бог не дает пока. И такое вот, знаешь, соло, и у меня люди все после этого соло, говорит, вначале мы думали какой-то хайп, вот то, что мы с хайпа с тобой начали, а потом мы поняли, что в этом ужасе, вот этом вот всем сегодняшнем, как тебе сказать, я не хаю сегодняшнее время, ни в коем случае, мы собрали просто микс из вот этого перебора, знаешь, когда мужики могут бабе вот так сделать, там вот так, знаешь, типа, че, как, вот такое, в смысле. Да, а ты знаешь, что интересно, что любой разговор с героиней всегда невольно, сегодня это действительно такая тема очень острая, про домашнее насилие, но это как бы жестко, но тем не менее, это правда существует. Ой, Света, когда мне Лаурка Джугелия задала этот вопрос, как раз на карантине, то ли 9 апреля, у нее такая веселая передача, поэтому я не стала углубляться. но я хочу с тобой обязательно это обсудить. Я ей сказала одну фразу и сказала всем девочкам, если вас вот именно на карантине обижают, бегите, пожалуйста, и если вас останавливает полиция, почему вы нарушили, ну, типа, самоизоляцию, вот этот вот карантин, скажите, попросите помощи, бегите к подругам, если мама не жива, бегите туда, где вас защитят, потом разберетесь, потом уже будете подавать в суд, звонить в полицию, заводить дело, но надо физически себя спасти, потому что, ну, я не хочу из своего папы дело демона, но я насмотрелась. 10 лет насмотрелась, все начали потом писать посты на эти темы, я воздержалась, а тебе скажу, у меня все детство было, я прожила в испуге, что вот сейчас придет папа, немножко нетрезвый, и опять начнется. Мне было 10, и я маме одну фразу, вот точно так же, совершенно не соврав, вот как сейчас говорю, я сказала, мама, мы должны убежать, мы просто должны с тобой бесполезно куда-то обращаться и жить в одном пространстве с человеком, который нас обижает, мы просто должны с тобой уйти, а мама сказала, как же, как семья, а что подумают люди, вот это основное. Вот это основное. Что, как, что я мать-одиночка, ращу тебя, а я ведь папу твоего очень люблю, да, как она мне, как детской психике, она мне, чтобы у меня не было ненависти к папе, она мне очень правильные слова говорит, твой папа немножко заболел, давай мы его попробуем вылечить с тобой, потому что мы тоже бежать, как крысы с корабля, не должны. Я говорю, помочь ему, спасти его. но сидеть с мясом холодным из морозилки каждое утро, и ты скрываешь от меня, а я вижу и слышу, я взрослая уже, я больше не могу. И ты знаешь, когда я подняла руку на собственного отца, это перебор, мне кажется, защищая маму. Маму, да. Я думала, что у меня невозможно, а у меня рука, знаешь, как ты во сне, вот когда ты бежишь от монстра, ты помнишь эти сны, когда у тебя ноги тяжелеют? И вот у меня рука была такая тяжелая, потому что по факту... В Апиде, как будто бы ты сидишь медленно. В Апиде, да. Я эту булаву сломала, а мне только ее из Японии привезли, она дорого стоит, мы живем в однокомнатной квартире, мама по ночам вяжет, потом мы лук продаем на базаре, она библиотекарь, читающая лекции в библиотеке. Вот. А папа, когда он был учителем истории, он был святым человеком. Ну это что произошло? Это все-таки он погонит? А он пошел в ваш бизнес. А, бизнес. В бизнес, где не умел, где не знал, это его поломало. То есть, когда он был учителем истории, у нас всегда... Мы играли в шахматы, у нас всегда была эта молодежь, которую папа обожала, маму обожала. Десять лет рая. Такого, знаешь, прям. А потом вот про насилие мы заговорили. Вот почему-то я именно тебе захотела сказать. Это важно прям. Александр, мне очень хочется, чтобы эта тема не на уровне хайпа, потому что, к сожалению, на этом люди прям делают себе там... Поэтому я и не стала писать ничего. Это важно. Что делать? Бежать. Бежать. Давай самое примитивное. Я сейчас рассуждаю не как женщина, потому что, фу-фу-фу, именно как женщину меня, видимо, мама достаточно съела, как женщина. Я как дочь бежала. Просто иногда женщины тоже в это играют. Понимаешь, да, о чем я говорю? Когда произошла вот эта история с... Я не думаю, что играют. Я думаю, что это болит. И это первое, что просто вот они говорят, и говорят, и говорят. Это болит. Как я, знаешь, там, четыре года говорила про травму. Я не хайпила на травме. Просто так больно, что мне начинают говорить что-то, а я хоп, опять на травму. Это когда... Солимпа, когда падала, да, вот это, понимаешь? Это больно. Это был первый случай. Я первый раз такое испытала. Я первая гимнастка, которая вообще... И вернулась. Да, и вернулась. Ещё и вернулась. Надо рассказать просто для нашего зрителя. Просто это действительно уникальная ситуация. Это уже оскомина. Знаешь, ну... Слушай, оскомина, не оскомина. Мне было просто очень больно. И до сих пор больно. И Виннер больно. Если ты её встретишь, Шерен Санну, она всегда говорит, что вот ситуация с лисичкой, это такая всероссийская боль была о гимнастике. Но когда сбылась моя мечта, я девочка из Раевки. Я хочу ещё раз вот прям тебе напомнить. Девочка из Башкирия, Раевка, это посёлок. Я попадаю в Волгоград, попадаю потом тут же в этот магазин огромную очередь. В очереди. Да, где ломаю вот так вот пальцы, и меня Надежда Александровна Касьянова, она жива. Покажи, как можно проверить. Вот так. Вот если так человек делает, значит, у него нет шанса. Это ребёнка можно не раздевать и не сажать на шпагат и на мостик. Это можно девочкам маленьким, которые хотят заниматься гимнастикой, просто проверить гибкость. Туда и обратно. Это как гнуться суставы. Понятно, что есть особенности, там, паховый зон, там, позвоночника, но в целом, что это всё гибкое, и все суставчики у тебя будут поддаваться растяжке. В 10-10 я еду от Волгограда в Швецию по обмену в сборную команду Швеции, к Соте. Соте просто все шведы знают, это сильный тренер. Вот, и меня хотят туда, значит, выкупить у России, а я в России какой-то там 56-й номер в линейке малышат. А в Швеции просто все сразу начинают грин-карт, ну, там не грин-карт, вот этот вид на жительство, типа квартиру. А сколько тебе лет? 10. И как бы, и я сужу... Представь, вот у меня жизнь, говорю, биполярочку можно схватить. Ты уезжаешь в Швецию, знаешь, что происходит с мамой. Мне опять было 10. Я каждый день, это были мои первые фразы на английском языке в 10 лет, а я английский начала учить, как вот все по программе, типа в 9 начинают учить. И типа там ссори, и вот это вот медленное очень can I speak with my mama? А я в Гетебурге нахожусь, а мама в Волгограде, это огромный роуминг, мобильных нет. Вот сейчас очень упростила это все, мобильных нет. Интернет. Да, вот это они поключают, я говорю, вот я половина денег, которые мне мама накопила и дала с собой 600 долларов, я как сейчас помню, на три месяца жизни в Гетебурге. Понятно, живу в семье, меня там кормят, поят, но какие-то вот эти вот в магазине, я, извини, скачу опять, но когда я пришла в этот магазин первый в Гетебурге, я вот так встала в супермаркет после нашей советской очереди, после всего, я вот так встала и просто вот так смотрю по сторонам. И что делать с этим? Здесь эти конфеты, вот эти резиновые разные, здесь вот эти вот спрайты, кола и прочее, прочее. Здесь такие, так много колбас, а у нас же только докторская была. Докторская, любительская. Да, любительская вот это вот всё. А здесь и такая колбаса, и такая, и такая, и я стою, и просто, и у меня вот такая вот, а шоколад, я когда увидела шоколад, я просто сказала, я вот так села в магазине и просто начала плакать. А в Швеции, ты же знаешь, как они любят детей и охраняют ребёнка. Понимать, что ты плачешь. Да, перед шоколадкой. И типа там подошла одна сердобольная женщина, я помню, она говорит, маленькая, а видят я, типа одетая, чистенькая, ну то есть не сбивжавшая откуда-то там, да. Вот, она говорит тебе, а я мнусь вот так вот, у меня вот так вот, ручки потеют, он, блин, 20 евро стоит, у нас долларов тогда ещё было. А, их кроны, шведские кроны были, ну там в пересчёте, там такой шоколад, я говорю, я хочу очень этот шоколад. Она мне его купила, мне так было стыдно. Я говорю, у меня есть деньги. Она говорит, ну так, как ты смотрела, ты из Советского Союза? Я говорю, да. Ой, кошмар. Это реально. Да. Как ты смотрела на этот шоколад? Вот просто. А я, знаешь, как собака вот так вот сядет. А ты прям расплакалась? Я сидела, я сейчас не повторю тебе эти эмоции, я не актриса. Но это было вот так, знаешь, я просто села около него, его запах, его так много, он такой разный, и он не в упаковке. Он, типа, ты его набирай себе в мешок, сколько это, там любой. И я просто с присыпкой, с марципаном, и я вот так просто села. Ты его сладкая. Да. Сережа. Я сладкоежка, да, жуткая. Я просто села около него, и я думаю, я маме должна это рассказать, маме должна это забрать. А мне все говорят, через три месяца, давай мы зайдем. Я говорю, у меня деньги все кончатся. И вот это, знаешь, я каждый вечер у мамы на телефоне, как он тебя не обижал, а я вижу стеклянный голос. Знаешь, типа. Ну, она там скрытая. Да, стеклянная. Ой, типа, все хорошо. Ты там давай тренируйся. Это может быть шанс в твоей жизни. Хотя она никогда не настаивала. Она не хотела за счет меня куда-то там пробиваться. Она сама старалась, умница там, и знаешь, пошла учить английский. Ставила себе брекеты, когда я уже была далеко там за 30, понимаешь. Я ей тогда сказала, мама, я буду чемпионкой, ты будешь давать интервью с кривыми зубами. Это некрасиво. Ты так сказала. Я так сказала маме. Вот. И я ей хотела, она плакала, когда разбирала чемоданы, потому что ребенок ничего не купил себе. Я привезла этот шоколад, я купила сырорезку, я купила 4 палки... Сырорезка – это важная вещь. Я купила 4 палки разной колбасы, которую мама не видела. Колбасы. И вот этот вечный стресс, я была как, знаете, как маленький щенок, которого, знаешь, вот, который очень хочет в дом, вот так скребется, а его в приют, и все у меня хорошо, но они не могли понять, почему я дергаю ресницы. Ты выдирала на нервный... Я выдирала на нервный поль и ела их. Выдирала и ела. И этого шоколада у меня женщина, я расплакалась, начала ресницы дергать, а потом все, хана. Я сейчас это вспоминаю, вот если бы я увидела такого ребенка, что бы я подумала? Да, ты подумала, что его надо спасать. Вот это как раз мы отправились, вот видишь, тут Чехия, 96-й год, Швеция, Херна, тут все, вот Новогорск, Подмосковье, все тут мама подписывала. Это вот наши банкеты, тут платьишко мне мама тогда отправила. Красивая. Вот, это все я в Швеции, да. Вот, это вот девчонки. Ну, это мои такие первые, прям совсем Татьяна Александровна, мой второй тренер. Ну, это такое, слушай, тебе, может, не очень интересно. Нет, это интересно. Ну, как это? Ну, Весан, почему? Это вот я думала, что я крутая. Это я уже в Новогорске. Сорми голова. Ты знаешь, это видно, что ты думаешь, что ты крутая. У тебя уже типа, но, что она новенького. Это очень стыдно, это никто не видел никогда. А вот судьбы гимнасток, они в основном счастливые, вот как тебе кажется? Вот именно потом личная жизнь. Я думаю, что в большей степени дачи нет. Если какая-то там бедовая, нас научили, это моя подружка была. Я пытаюсь понять. Да, да. Нас научили дисциплине. Она очень много... А так, ты можешь сейчас? Ну, я в платье, я стесняюсь. Ну, хорошо, ну, может. Ну, подожди. Подожди, давай, там камеры нет у тебя? Нет. Сейчас вот так вот. 35. И сколько здесь? 11. Ну, небольшая разница. Соколки нет. Соколки нет. Ну, хватит, Пеппи, хулиганить. Ну, что ты делаешь? Ну, что она делает? Я не понимаю. Ну, я знаю, как я сейчас исправлю эту ситуацию. Пылесос Redmond. Беспроводной, не шумит и очень легкий. Главная фишка этого пылесоса, что он может собрать мельчайшие частицы пыли по всему дому. А это очень важно для аллергиков. Им можно пылесосить в труднодоступных местах, например, на книжных полках. В машине. Хотите такой же пылесос, как у меня? Заходите по ссылке под видео, вводите промокод Света и получите 10% скидки. В 10 лет я еду в Японию на клубный чемпионат мира. В Швеции мы потренировались летом. Это от Швеции едешь? Нет, от России. От ЦСКА, от общества. Это клубный чемпионат мира. Это когда клубы, типа Динамо, МГФСО, ЦСКА везут своих, значит, лидеров. Но ты уже в Москве. Нет, я в Волгограде. Я еду с Ирочащиной, значит, там и знакомлюсь с ней. Она едет еще из Омска. Я из Волгограда, Прусь. Там мы видим первый раз Виннер. И у меня мороз. Я от того, что я остолбенела, мне кажется, я так и не пришла в себя. Я на перекатике тоже с мячиком благополучно его роняю. Но это была встреча века, потому что именно там Виннер ко мне подошла сама. Такого нигде никогда не было. И говорит, ты должна заниматься у нас. У меня. Несмотря на то, что ты уронила мяч. В Волгоград, уронила мяч. Не важно. Она увидела больше, чем... Она всегда эту встречу в Японии вспоминает. Всегда. И, понимаешь, когда я приехала к ней, у меня были, я помню, серые носки. И вот там в заплаточках немножко жили мягко, скажем, бедно. Вот. Это очень мягко, скажем. Костюм потертый мама в секонд-хенде купила, чтобы хоть как-то... Помнишь, такие с буковками были? Такие очень яркие костюмы. У меня даже фоток, по-моему, есть. А все... А все в экипировке стильные с белыми носками. А у меня, знаешь, ноги стали пунцовые, потому что у меня серые носки с заплатками, и мне очень стыдно. Они застираны еще очень сильно. И я вспоминаю, что мне Яна Батыршина несет свои белые носки. Она как поняла. Просто дает мне их. А у меня слезы. У меня нету белых носок. У меня их не было. Никогда. А мне тут дают эти белые носки. Я начала летать с ними. Ты не представляешь, как. Это была наша вот в зале первая такая встреча, когда Арина Санна сказала, молодец. И типа, остаешься. И всегда потом могла сказать, лиса, где моя лиса? Где лисичка? Иди сюда. И вот она ко мне, она как-то почувствовала, что, видимо, вот папа. И она была больше, как такой, наверное, неуместно свинер ставить слово папа, братан. И что? Она могла перевоплотиться и больше быть папой мужчины таким в зале. Давай, я в тебя вею. Вот такие вот, чуть даже голос басил. А с кем-то я слышу, она кисунья такая, знаешь, сразу. Кому что надо. Да. И вот она энергетически мне настолько прокачала вот это вот мужское вот. А потом в зале выходим, она великолепная женщина, которая со мной могла там, ты стесняешься, да, вещей у тебя мало. Там типа, приезжай давай на выходные. Я говорю, я не могу, я с мамой в Третьяковку иду. И это не для красного слабца, и чтобы выпендриться. Я еще ребенок была. Я не понимала, вы правда шли в Третьяковку. Я не карьеристка, знаешь, была там в 11-12 лет, да и сейчас, наверное, нет. Сейчас ты уже фильтруешь базар, а тогда ребенок спросили, я сказала, я не могу, у меня мама билет купила, в Третьяковку идем. Вот такое она раз посмотрела. Потом, знаешь, там, то есть вещи и Третьяковка. Для меня было важнее Третьяковка, врубель. Понимаешь, демон. Я вот так вот у этой картины просто с ума сходила. Всегда и сейчас схожу. Пашка даже реплику заказал у хорошего художника, понятно, не врубель, но эта картина есть. И вот мама меня так вот медленно как бы к искусству, вот к картинам, к музыке, в большой могли пойти, все. И вещи все как-то откладывались. И вот банкет. И Венер говорит, а мы в чем идем? Ты в чем идешь? К тебе обращение? Да, мы в чем идем? Я говорю, ой, Рен Санна, я не знаю, у мамы там свитер есть. Все, иди. Короче, приезжай ко мне, вообще даже не хочу слушать. И она начинает доставать эти вот фирменные вещи, знаешь, которые вот, вот Энджел, вот этот запах, вот это все. А я просто не понимаю, они стоят, как вся наша квартира. Там одна комната на месте взяли пиджак. Шанель, допустим. Пиджак, Шанель. И вот она начинает мне, значит, вот это все ярко, а я стесняюсь. Я говорю, как? Вот, ну. А у нее вещи такие, знаешь, она сама же, ну, плечики узенькие, грудь большая, и те вещи, где там вот, ну, я 16 лет там, ремнем меня опоясывали, вот это вот каблуки, вот эти нево... Вот. И мне на банкете, я помню, одна женщина говорит, я очень люблю стиль Виннер, но свой стиль она может носить только сама. Пожалуйста, ты можешь вот это вот, вот это? Я говорю, нет, вы что такое говорите, это вот Турин Санна, вы что? Как, знаешь, солдаты, которые безумно любят своего генерала. На маму больше, или на папу? Я микс. Потому что вот я помню фотографию мамы, лицо больше, наверное, на маму. Ну, ты что-то... Но телосложение, телосложение, я больше папа, то есть тонкая, у меня никогда не было проблем с весом, если я не хулиганила. Мы сейчас это пообсудим, потому что я помню, как ты хулиганила, это все равно надо рассказать тоже, это такие поучительные истории. Вот на сколько ты поправилась, Лисанна? 32. Ну, ты чего же 32 километра? И она не была беременна в этот момент. Просто Лисанна решила есть. Лисанна решила после гимнастики. Вспомнила у нее дежавюбола, что тогда она была гимнасткой в шведском магазине, и жрать нельзя было. И я начала мести в себя все. Ты не представляешь, я была мусоркой просто для еды. Это было какой-то кошмар. Честно, когда моя мама, которая у меня, ну, как бы, она понимала вот этот психический, психологический слом, но мы не хотим делать демонов из, вот, знаешь, из гимнастики, просто там правильно было питание. Вот ты с утра приходишь, вот этот миф. Что значит правильное питание? Вот этот миф хочу разбить. Вот давай, вот это очень интересно. Да. Что правильное питание? Стереотип, что нас морят голодом, этого нет. Для гимнасток. Для гимнасток. Если у тебя, тебя с утра взвесили, как бы, если у тебя там плюс 500 грамм, это же кости, и тебе с ними прыгать 8 часов. Жир, точнее, мышцы, и как бы, чтобы снизить нагрузку, тебе там записывают, утяживают, там, на час меньше, должна тренироваться, чтобы кости выдержали. Ты приходишь на завтрак, и по этой категории нам эти вкуснейшие там люди, которые вкусно очень готовили, овсянку. То есть ты либо ешь одну овсянку тогда, и для сил лимон, мед, фундук, я сейчас как помню, курага, изюм, ложка меда, вот с этим вот совсем, и выпиваешь теплую лимонную воду. Все. Это если ты плюс как бы вес. Если ты в нормальной категории, А как ты этот вес высчитывался? Это твой рост? Это доктор. Там доктор нас взвешивал. Все индивидуально? Все индивидуально очень. Там, понимаешь, могли там с утра гематоген дать, могли бутерброд с икрой красной дать, там бы... С черной. С черной могли, если перед чемпионатом мира, то могли и черной накормить, да. Но мы не вот уж прям шоковали, хотя возможности были, но нас держали в таком правильном тонусе. То есть без завтрака никто не шел на тренировку. Вот этот миф разбили. Ты себя ощущала красиво, девочка? Нет. Ты не понимала? Нет, Свет, нет. А мальчики заухаживали за тобой? Ой, какие мальчики? Ты о чем говоришь? У нас же монашеский вид спорта. Если это первый секс, сразу задница огромная, гормональный период, сиськи пошли, и уже вот эта фотография, тут не только чуть-чуть будет целлюлита, а сразу будет нормально. Ну, то есть ты прямо в детстве задумываешься, что опасно входить в отношения, потому что... И ты понимаешь это. Да ты ни в эту сторону вообще не думаешь, Свет. То есть вот там красавцы-хоккеисты ходили, красавцы вообще просто. Они мне как братья, братаны. Знаешь, там футболисты нас подкармливали. При этом вы всегда гимнастки, всегда художественная гимнастика, самая красивая девочка. Мне все говорили, ты что, лохушка, столько красавцев ходит. Ну ты что, а я... Это как ну с братом, что? Ну знаешь, они кто-то постарше. А кому мы интересны? Доска, два соска? Слушай, там еще 18 лет, а еще месячные не пришли. Понимаешь... А почему так все замедлено? Вес контролирует. Очевидно, это тонкий, очень эстетичный вид спорта. Невозможно представить корову, ну вот просто типа тебе, там типа сорокет, и ты с ляхами, с сиськами вот это все прыгаешь. Это некрасиво, теряется эстетика. Это такие тонкие лани. Это такое все очень... Другая линия какая-то. Это линии другие. Это как в балете. Вот ты должен быть худым. Ты должен быть вот таким. Но не анорексично худым. Потому что 8 часов нагрузки ты не выдержишь, если ты не ешь. Поэтому это все мифы, что гимнастки не едят. Я вот хочу прям на этом сделать акцент. Это важно, чтобы люди знали. Ты просто убрал мучное, убрал сахар, убрал вот эти все шоколадки, перед которыми тряслось. И когда я все это к себе вернула домой, я и 32 ла-ла сразу. За сколько ты поправилась? Морда в прыщах вся. А сколько ты поправилась на 32? Полгода. Полгода. 32 килограмма. Прекрасно. Слушай, прекрасные гренки, зато с утра на зефир с маслом. Мой завтрак был. Смотри, я тебе расскажу. Значит, мой завтрак – это гренки. Мы сегодня ели гренки. Я как раз говорю, почему мы не делаем юни-гренки? Вот. Клянусь тебе. С батоном гренки. Гренки в молочке с сахарочком. Гренки. Нет, с молочком, с яйцом. С яйцом, да. И можно или с соль, или с сахаром. Потом, значит, большой слой шоколадного масла. Огромный такой вот. Вот так. Значит, это два таких. Зефир с маслом обязательно. В кофе молоко и два ложки сахара. Две ложки сахара. Значит, сели, включили красотку. И начинаем, значит, это все. Я понимаю прекрасно, что это мало. Иду, открываю. Там вот та самая докторская колбаса. Значит, вот на эту гренку докторской колбасы. Мужики столько не едят, сколько я ела. Потом ты, значит, открываешь морозилку, а мама на работе. А я в страданиях. Я закончила гимнастику. Надо себя пожалеть. Вот. И, значит, это пельмени. Пельмени. Такое вообще очень вкусно. Вот это все. Значит, сметана, кетчуп туда. Давай еще горчички немножко. Укропчиком посыпала. Все. И вот это с Деми Мур поставила. Вот это вот призрак. Пожалуйста, вот это. Ага, ага. Потом вспоминаешь. Так, чтобы еще поесть. Квас есть прекрасно. Идешь, открываешь квас. Пьешь, думаешь, что-то надо еще поесть. Это был ужас, Свет. Это не могла остановиться. Я не могла остановиться. У меня была какая-то, наверное, если есть форма у этого заболевания, я бы очень хотела, наверное, понять, это не было похоже на здравый смысл. Это не было похоже, что у меня был какой-то синдром, что я на зло это делала. На зло кому? Себе, самой. Полгода. Почему я тебе... Полгода мы просто в какой-то момент взвесились. Я не знаю. Ну, то есть это же было очевидно... Это уже пришла мама. Я тебе расскажу. Это пришла уже мама. И она такая говорит, Лисюш, а тебе не кажется, что ты поправилась? Так очень аккуратно. Аккуратно. Через полгода мне звонит Виннер и говорит, будем чествовать чемпионок, Лисичка. Без тебя никак. Ты как бы вот, пожалуйста. А вы не виделись эти полгода? Не, не виделись. Будет Алиночка, будет Ира, будут все. Я даже представляю. А я такая, ага, Ирина Александровна, да. Она говорит, я слышу в голосе сомнения. Я говорю, вы знаете, вам не понравится, что вы увидите. Завтра же ко мне. Я приезжаю к ней, она меня даже вперед не узнала. Ты знаешь, как бы вот, она такая говорит, а где Лиса? На меня смотрит? Где Лиса? Лиса с кем пришла? Ты кто такая? Я говорю, Ратсанна, это я. Она такая, просто я сейчас как помню, она так встала, просто так смотрит на меня и говорит, Лисичка, где моя Лисичка? Ты кто человек? Я говорю, я официальное лицо, пельменей, гренок, зефира. И, наверное, только спасло чувство юмора моё и её, мы начали с ней ржать. И она мне уже в какой-то момент, ты пожрать не хочешь? Я говорю, ну, пожалуй, давайте. Она говорит, так же нельзя, полетел желудок у тебя, всё, ну вот у меня... А ты в прыщах? Я в прыщах, там всё видно, там карта прям, ты что. Вот. Там прям звёздное небо было. Отношений у тебя нет? Никаких с мальчиками, ничего нет? Мальчики? Слушай, у меня отношения с видоком и вот с фильмами всеми. Я там их до Каллигула... Докатилась до Каллигула. Ставка в фильме. Да, я там и до Каллигула дошла, я всё, вот всё. Призрак ревела, непристойное предложение, красотка, знакомьтесь с Джо Блэк. Так много фильмов я пропустила. Ты что, пока я в зале булавы кидала, ты что? Надо было всё это, книжки, потом кавка пошёл, вот это вот всё я начала читать. Господи, Рериха, там много всего. Паш, мы не успели. Мы чего мы не успели? Еду приготовить. Ты даже не понимаешь? Лохняк! Руби его! Руби его! Привет, ребята! Ну, даже доложи, я сейчас всё поточу. А я думаю, кто там шур-шур-шур-шур? Давай. Всё, я пошла готовить. Всё. У нас никто ни разу не был дома. Я знаю, я знаю. Серёж, вы вообще первые, кто сюда зашёл. Мы это очень ценим. Да, это правда. Трепетно относимся к происходящему. Такой хозяин, добрый хозяин. Если что, я первый у нас. И косточка. Кулак. Так нет. Нет, не так вот так. Мы вообще никого тут не пускали до вас. Слышишь? Я понимаю, что я могу не готовить, Свет. Я понимаю, что как бы... Но в семье, в которой мама Пашина готовит сама, хотя, ну, как бы Паша заботится, о своей маме и папе и всегда предлагает женщину, которая поможет. И для меня вот как-то вот эти две взрослые женщины, моя нэнэй, моя бабушка, это мама моей мамы, она мне сказала, всё понятно, это ваши рестораны, всё, но мужа корми дома, своей рукой. Это энергия. Это как... Ну, если ты его не любишь, положи тогда другую женщину рядом с ним. Это всё равно, что еда. Я говорю, подожди, в смысле нэнэй? Она говорит, хорошо, даже если ты не успела, и кто-то, вот, например, Тамара Алексеевна приготовила, или я, ну, это нэнэй про себя говорит, ты должна ему наложить и положить сама. Это вот, знаешь, вот как вот... Ох, ты сейчас научишься, я уже чувствую. Нет, это моё воспитание. Нет, это очень хорошо сказано. Слушай, я ни к чему, никогда никого не агитировала, и не агитирую, и не имею права. Каждый же выбирает, как ему комфортно. И когда это в кайф, а не в принудиловку. Но мне вот это очень нравится. Иногда бывает очень полезно задержаться на работе, знаете, не приходить пораньше. Нет, мы тебя ждали, мы бы тебя ждали, это утром. А тут ты послушала. Пожалуйста. Хотят, чтобы я краснел. Пожалуйста, я очень хочу, чтобы Павлик покраснел. Пожалуйста. Я это нашла. Нет, не ты это нашла, это мама со старой квартиры. Я нашла, когда мама привезла. Смотри, что тут. Во-первых, ты представляешь, что нашлось в этом блокноте? Это чей блокнот? Это мой блокнот. Это я... Это твой почерк? Да. Это я шутки писал, знаешь, куда? Угольникову в передаче «Добрый вечер» с Игорем Угольниковым. Помню, это было первое наше «Лайт-найт-шоу». Да, точно, да. Вот. Мне Мартиросян сказал, пиши шутки туда, в ту передачу. Что-то войдет, я тебе дам деньги. Я сидел дома, писал шутки. Мне никуда не в офисе. Это мама сохранила. Не в офисе. Но это где-то валялось дома. Какие-то списки, какие-то тут еще. Но это ладно. Мама, смотри, в журнале «Плейбой». Мама, мама, царица небесная, грех великий. Лучшую нашла версию, во что завернуть фотографии. Она пришла и говорит, я паразита твоего принесла. Посмотри фотки. Это какой-то день рождения 2007 года. Паша, ты сильно не меняешься, к счастью. Это все лучший комплимент с определенного момента жизни. Нет, ну что, спасибо. А я знаю. Ты знаешь, я с 10 по 11 класс школы стал весить ровно тот вес, который я езжу. 60 килограмм. ты же могла бы мне подыграть и сказать, что сейчас он выглядит лучше, чем тогда. Сейчас мощно 62. Собака такая. Света не слышит. Нет, нет, нет. Я говорю, ты могла бы мне подыграть по-женски и сказать, что сейчас он выглядит лучше, чем тогда. Лучше. О, это мы все в квартире, в которой на проспекте Мира, в двухкомнатной квартире, в какой-то момент жил человек 12, наверное. Это все, кто из Пензы приезжали. И Геворг, это вот Раф, его младший брат. У Гева, кстати, сегодня день рождения. Да? Да. Это классно. И Геворг, который нас всех под свое крыло забирал. А как так случилось, что вот такая карьера? Вот почему? Это с детства? Я не знаю. То есть они... А я не анализировал даже. Что как-то получилось, мы делали, 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 и вот и что-то сделали. И все жили в двух комнатах друг на друге вообще. Спали, ели. Никто ни с кем не ругался. Никто ничего не выяснил. А ты дружишь с вами? Это Леня, школьник, и до сих пор с ним дружу. Это Толик, город царства небесное. А я забыла, кто это. Диджей-град. А, точно. Я думаю, я его знаю. Да. Уже нет его, да? Да, Толика нет уже. Рева, смотри, какой. Рева, прекрасный. Ну сейчас он просто красавец. Я когда его... Да, вообще все. Я когда вижу в Инстаграм, я пугаюсь, что это за красивый мужчина. Рева. Он всегда же так играл у такого, и вдруг он превратился в полубоя. Да, все очень хороши. А сейчас тебе эти шутки, они смешные или грустные, конечно? А я не знаю. Нет, там даже не шутки. У него, помнишь, была рубрика «Коктейли». Помнишь, у него бармен был и коктейли. Там какие-то смешные коктейли. Ну не знаю, давай прочитаем. «Коктейль «Держите меня семеро» употреблять восемь дней по бутылке водки три раза в день. На девятый день вы просыпаетесь в бежубежную ничем не сравним с желанием опохмелиться. И хотите это сделать, «Но вас держит семеро». Коктейль, боже, как это глупо. Ничего не пить, уснуть в салате. Коктейль «Ищу работу». Принять с утра 350 грамм водки и отправляться на работу. Ты видел здесь Харламова молодого? О, Муся, посмотри, мы только какой молодой, худой и красивый. Давай, возвращайся. Немедленно. А вот Геворг, а вот великий Геворг. Вот это Геворг. Харла, надо зарядки со мной поделать, а потом ко мне на ужины поприходить. Это прям вот так. Можно зарядки поделать, просто созвониться по видео поделать зарядки. А вот это великий Геворг. Вот все, кто из Пензы приехал и чего-то добился, обязаны Геворгу. А почему я на из Пензы? Ну, я из Пензы имею в виду из нашего окружения, нашей команды КВН. Он очень крутой чувак. У нас развалилась команда КВН университетская, а он был из тех, кто постарше. И постарше стали играть отдельно, а он сказал, нет, я буду с вами. А мы все были молодые всякой этой школы, школьной, прикинь, мы вчера даже ее не видели. Это мы вот... Да. И он нас, нищих, где-то он находил спонсорские деньги, ходил, оббивал пороги, всех, кого только угодно. Еще тогда, когда это... Ну, считай, 2000 какие-то, начало. Начало 2000-х. И он умудрялся типа там на 20 тысяч человек, нас 22 человека вывести в Сочи на фестиваль на все время, взяв с собой электрическую плитку, какую-то коробку супов сухих. Как трогательно. Серьезно. Он нас заселил в санаторий какой-то, который был вообще заколочен на зиму. Родригес его тоже часто вспоминает. Да. Родригес, Леонид... С Тимуром делали зарядку, когда он прям... Леонид Школьник, он вот всех нас тащил всегда. Но вы же так и общаетесь, да? Да. Геф, тебе сегодня 46 лет. Сегодня? Да. Ты старая армянская продюсерша. Ты красавчик. Геф, спасибо. В смысле, я знаю, что это и кавказский парень, поэтому я беру свои слова обратно. Невероятный кавказский продюсер. Самый лучший армянин в мире. Переворачивай? Не-не-не, Пашонь, Пашонь, подожди. Мы должны вот отсюда... Моя помощь, а ты стоять рядом... Подожди, а ты вилочку возьми и должен аккуратно вот сюда вот эту красоту. Давай, тихо, подожди. Давай я сделаю все сам. Подожди, подожди, стой, стой. И вот этот вот вкусненький этот, я специально его делала таким. Там лимон, там мед пашкирский. Да, да. Красивым соусом. О, какой запах. Вот, конечно. Там же горчичка. И вот так вот, Пашка, полить его. Фу. Можно я покажу свои награды, купить? Давай. Вот это вот огромное все, видите? Да. Вот, Сереж, покажи. Оскар твой, я поделила их два. Вот подельный Оскар, пластиковый, на который даже не удосужились гравировку сделать. Смотри, наклеили скучу. Просто прилепили Павел Воле. Павел Воле. И вот второй подельный Оскар и фан-айди, который мне достался только потому, что Лясе давали все как послу. И вот я, как тень великой спортсменки, смог попасть туда тоже. Вот два подельных Оскара и бейдж, который мне достался, достался, потому что жена в теме. Все остальное это не я. Ну нет, подожди, смотри, неправда, неправда. У нас здесь с тобой есть самая стильная пара. Это хэллоу. Я бы ждала. Мы бы не получили это никак, правда. Без тебя невозможно. Без тебя невозможно. Ну честно, вот эта награда. Ну вот, ладно, вот моя награда, премия женщины имеет значение. Но это тоже не могло бы быть отобрал у женщины, она шла на улице и принес ей сам. Ей нужнее. Но этим всем кубкам вообще спасибо моей маме, которая перевозила из съемных квартир в съемные квартиры, очень много утеряно. Очень много утеряно. Есть еще одна моя. Сереж, звезда первой величины вот это вот из магазина приколов. Это тоже мое. Все остальное, то, что кубки мира и вот это вот все по-настоящему, это лясь. Гвоздь, который мне из стопы вытащили. А, вот он, Свет. Он вот тот самый гвоздь, который... Он в золотой медальке. В золотой медальке. Я его так подскрыла. Это который вот держал вот эту кость и мне его вырвали в какой-то момент, когда кость уже наконец-то прижила. Но это долгая история. Не будем мы с тобой. Много фильмов уже на эту тему было. Но я когда сдаюсь и начинаю кукситься и своим вот всем девчонкам на курсе силы воли говорю, вы свой какой-то такой угол найдите в квартире, где вы поставьте преодоление. Типа сдала экзамен, но было там тяжело, я не знаю, что-то. И это вас будет мотивировать не сдаваться дальше. Дорогой Тимур Кизяков, разрешите, я вас проведу к следующему экскурсу. Давайте тут, давайте. Итак, пара-ра! Тут я ухожу вообще. Вот это мы с ремня Версачесные. Послушайте, ребят, и кроме шуток... А что это? Лев, Лев, Лев. Вот эти балтийские игры, это после операции, это было гран-при, очень важное, серьезное. Это как раз мне когда сделали уже шесть операций, два года костылей. И вот эта первая проба была, вот я на этих турнирах начала уже понимать, что я как-то могу. Вот эта медаль, честно тебе скажу, я не очень помню, откуда она. Красивая. Да, красивая. Самая мощная вообще. Это Татарстан, медаль в Татарстане, это на чемпионате. Вот эту нагелик матовый. Да, приехал Шаймиев, и это вот перед Менихановым, президент республики, вот, и он подарил мне за волю, за волю, мне все время подарили за волю к победе. Вот как будто весь мир художественной гимнастики меня вот к тебе просто так за волю, за волю. Все время, да. За волю уже. Посмотри, я думал, я из кадра упаду, а оператор тот, он все знает. Сейчас Серега такой, да. Эту диджейку он увидел в Майами, когда я была беременна Робертом, в одном из очень спокойных ресторанов. В отеле, в лобби. А, нет, в лобби в отеле. Он влюбился в нее и говорит, и мне вот это было бы комфортно, потрясающе играть. Я впервые увидел, как удобно могут быть винилы вместе с сидюками. Как все, типа, ему удобно. А вы часто играете? Он достаточно часто, он и детям играет. Вот так иногда. Дети поигрывают, да. Ты что иногда? Раз в неделю точно играешь, Паша? Роба играет, Софика играет. Ну, они вот уж там прям сводят. Ничего я не учу, они сами все научатся. Ну, сведи нам, что ли. Ну, это сейчас будет сложно. Я поставил «Снуп Дога», это не прямой бит. Ну, что-нибудь сейчас сделаем. Давай, давай. Кстати, Паш, я сейчас проведу интервью. Скажи, а ты вот, когда первый раз с Эрен Санной тет-а-тет, вот какое у тебя впечатление было от мамы Виннер? Я не знаю. Мне кажется, мы с ней сразу подружились. Свет, произошло, знаешь, что? Я такая говорю. Мы с ней сразу подружились. Это, я говорю, Павлик, это Эрен Санна, они просто вот душа в душу. Это юмор за юмором, этот ржет. Короче, вообще, это вот коннект был. Эрен Санна моя. Эрен Санна начала писать ему, а не мне. Я ее ученица, она ему. Дорогой, говорит, зять. Она пишет, дорогой, зять. Я должен уточнить. Да поймет меня правильно Алишер Бурханович. Да, да, да. Когда я в Большой театр пришла на премьеру балет, помнишь фильм Валентине Юдашкине? Красивая была декольте. Эрен Санна мне говорит, это мы для кого выпятили? А где Паша? Просто я подумала, сигнализация работает. Я говорю, Эрен Санна, ну это же красиво. Она говорит, нет, прикрой, пожалуйста. Знаешь, как играю? Давай. Вот примерно такие вот умею мелодии. О, класс, обожаю. Света, извини, я отойду от тебя. Можно? Соло пошло. Мне надо вот гитаристу. Ой, как мимо все. не под кожу, мне под кожу не запустить дельфинов стаю. Где у салки у подножья я тебя власти если вы не хотите расставаться с нами, с Лисаном Тяшевой и с Павлом Волей, заходите на YouTube-канал «Зарядка» с Лисаном Тяшевой и вы увидите нас там вновь. Это очень интересно и очень неожиданно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова